Возможно ли вообще в современном мире, чтобы проснулся народ, то если есть минимум еды, рисковать не хочется. Не прошло ли в результате технического прогресса время глобальных революций в принципе? Ну сложный вопрос, на который бы должны отвечать профессиональные социологи, профессиональные политологи. Мне очень сложно на него отвечать. Я хочу сказать, что сейчас, если наблюдать за состоянием или делать анализ состояния наших людей в Украине, то подавляющее большинство людей по сути дела сведено к рабскому существованию. То есть им обеспечивают или выплачивают ровно столько средств, сколько нужно для обеспечения минимального уровня жизни, минимального питания, обеспечения минимальных расходов и оплаты жилья крыши над головой. Все. Вот это по всем меркам является по сути дела рабским состоянием. Потому что у человека нет средств ни на что другое, и он привязан как к единственному источнику, который дает ему возможность существования. То ли это работа, то ли это пенсионные выплаты какие-то, то ли это социальные выплаты, то ли это просто работа в теневой экономике. Теперь, когда же наступает взрыв? Ну вот по ленинской терминологии взрыв должен был бы, так сказать, возникнуть сразу же. Потому что создалась ситуация, когда человеку по сути дела терять нечего. Он по сути дела сведен до рабского состояния. Что он теряет? Да ничего не потеряет. То есть он, казалось бы, должен брать булыжник и выходить с булыжником на борьбу за свои права. Однако он не берет этот булыжник. Почему? Да потому что не было вот такого зомбирования в те ленинские времена, которые есть сейчас. Такое массированное зомбирование через средства массовой информации, через социальные сети, через интернеты, через громадное количество политологов, социологов, штатных журналистов и так далее. То есть им обеспечиваются какие-то зрелища и тем самым отвлекают, забивают мозги. И может ли это продолжаться долго? Я думаю, нет. Потому что появляются противоречия. Всегда появляются эти противоречия, как правило, в правящем классе. Кто-то в этом правящем классе оказывается неудел. Кто-то, так сказать, ну, может быть, найдутся такие, которые обладают патриотическими какими-то подходами. А раз такие появляются, то начинается движение в сторону, так сказать, восстановления своих прав и так далее. Народ начинает постепенно просыпаться, постепенно выходить из этого зомбирования. Сколько времени займет этот процесс, Алексей, очень трудно сказать. Очень трудно сказать. Потому что, еще раз подчеркиваю, что мы живем в мире, который очень легко зомбирует массу, толпу, превращает разумных людей, по сути дела, в биомассу. Это некрасивое, конечно, слово, оно унижает, но вместе с тем оно отвечает действительности. То есть, по сути дела, люди теряют способность аналитически мыслить и критически мыслить. Во многом, конечно, вот эта реформа образования сыграла свою роль, когда у нас вообще готовят людей, которые, так сказать, способны только угадывать. Из трех ответов один правильный. Это вообще-то вредительство, которое нанесено такой системой, на мой взгляд, просто, так сказать, трудно себе представить какое-то ущербное свое развитие общества. Но я все-таки оптимист. Я надеюсь, что рано или поздно ситуация будет меняться в лучшую сторону. Продолжение следует...